Добрый вечер, на Щелокском телевидении. Диалог о православии. Мы работаем в прямом эфире. И пока у нас есть такая возможность, приглашаю всех вас вместе со мной задавать свои вопросы настоятелю Николы Беряковского монастыря, благочинному монастыре Московской епархии, Игумену Емени. Отец Емени, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну сегодня предлагаю начать нашу передачу с просмотра фильма документального, который мы сняли об одном из монастырей Московской епархии. Очередном монастыре. Очередном, да. А потом предлагаю продолжить наш разговор. Хорошо. Пожалуйста, давайте посмотрим. Богородицы, Деворода, Благословен блог. 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 по преданию, стал раскаившийся Лука. В тихой обители он проводил оставшуюся жизнь в молитве и покаянии. По желанию князя Можайского Андрея Дмитриевича был построен соборный пятиглавый каменный храм в честь Успения Божией Матери. Постепенно расширяясь, монастырь стал знаменитым богатым, отмечалось значительное число монашествующих. В 1609 году службы проходили уже в трех храмах – Успения Пресвятой Богородицы с пределом святителя Николая Чудотворца, Богоявленской церкви и в церкови святителя Алексея Митрополита Московского под Колокольней. Настоятели игумены имели авторитет в обществе, распространяли свое влияние на государственные дела. Однако древние стены монастыря помнят не только лучшие времена. Он находится на Смоленской дороге, в то время единственной связующей Москву с Западом, а потому все нашествия неприятеля проходили через святой обитель. Монастырь неоднократно оказывался в эпицентре военных действий. В смутное время он пострадал от польско-литовских интервентов. В дни Отечественной войны 1812 года был осквернен и разграблен французской армией. Первым принял на себя военные действия Бородинского сражения. Здесь была штаб-квартира Кутузова, когда Михаил Илларионович приехал на Бородинское поле и осматривал местность. Он как раз таки остановился на территории Колокольского монастыря. Со своими офицерами они обсуждали ход предстоящего Бородинского сражения. Но так как вся местность испещрена речушками, оврагами, то при возможном отхождении были бы большие потери для нашей армии. Мы выработали такой план, что отвезти войска туда, где сейчас находится Спасо-Бородинский монастырь. В срочном порядке были укрепления сооружены от села Бородино до станции Бородино. Когда авангард французов подходил к Колотскому монастырю, арьергард русских войск казаки вступили в первые столкновения у стен монастыря. Здесь произошли первые бои. При взятии села Колотского монастырь перешел в руки французов. Теперь уже неприятель расположил здесь свой штаб. С высокой колокольни, как повествует летопись, Наполеон осматривал место сражения. Французы разместили в стенах обители госпиталь для раненых в Бородинском сражении. Умерших от ран солдат хоронили здесь же, на территории монастыря. Сильно пострадали монастырские здания в годы Великой Отечественной войны. Часть была разрушена взрывами снарядов, другая повреждена во время оккупации немцами. В феврале 1942 года в Успенском соборе расположился передвижной военный госпиталь. Как память об этом, на территории монастыря осталось братское кладбище погибших воинов. Здесь во время Великой Отечественной войны, когда находился госпиталь, хоронили тех, кто умирал от ранений, а также похоронены те, кто погиб. Эшелон сошел с рельсов, новобранцев, которые ехали на войну, молодые ребята, все похоронены здесь. В годы войны село Колотское было полностью уничтожено. Местные жители, которые чудом остались в живых, разместились в уцелевших монастырских зданиях и полуразрушенных башнях. Потом здесь располагались школы, больницы, в братских корпусах даже родильное отделение. Как монастырь, святая обитель была упразднена в 1918 году. Однако, несмотря на лютые годы гонения на церковь, Пресвятая Богородица не оставляла свой удел и неоднократно являла чудесную помощь. После военные годы больница, которая находилась в одном из корпусов монастыря, возглавляла врач Августа Павловна. Она была врачом от Бога, и терапевтом, и детским врачом, и акушером-гинекологом. И вот однажды привезли девушку с ощущенной рукой. Она наскоро пришила ей эту отрезанную руку, перебинтовала и в гипс положила. Надежды на то, что рука прирастет, конечно, было мало. Она была глубоко верующим человеком. Она стала молиться Божией Матери, Господу упования, все возложив на их помощь. И буквально недели через две пальцы стали светлеть, а через месяц, когда сняли гипс, то есть рука прирослась. В конце 60-х годов ансамбль Колочского монастыря был поставлен под охрану государством. Начались реставрационные работы. В 80-х он перешел на баланс Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Как монастырь, Колочский обитель стала возрождаться в 1993 году. Сначала в качестве подворья спаса Бородинского монастыря, а в 1997 году была преобразована в самостоятельный Успенский Колский монастырь. Обитель уже стала женской. Я до этого служил в городе Руза. Направлено сюда было 30 октября 1997 года. Здесь, в принципе, были руины. Этот предел в честь Успения Божьей Матери, он вообще был перекрыт. Арка была закрыта кирпичами. В алтаре он стоял долго без крыши, там текла вода. Сначала мы хотели как бы укрепить свод алтаря, но впоследствии он обрушился и пришлось заново его восстанавливать. Игуменья спаса Бородинского монастыря на тот момент являлась Игуменья Серафима Исаева. Когда уже монастырь открыли здесь самостоятельно, здесь была первой матушкой-настоятельницей, ее сестра Игуменья Таисия Исаева. Вот я была одной из первых насильниц монастыря. При мне это все начиналось. Когда я первоначально сюда приехала, 1995 год, был май, все было в сирене. Ощущение было какого-то необыкновенного присутствия в благодати Божией. Машка Таисия даже почему-то нам, сестрам, говорила, тут как в Дивееве. Там она сама являлась Матерью Божией, а здесь вот ее образ явился. Действительно ощущается покровительство Матери Божией. За годы Возрождения сестрам удалось благоустроить монастырскую территорию, оборудовать домовую церковь во имя преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, отреставрировать Успенский храм с двумя пределами, колокольню, возвести деревянную надкладинную часовню на святом источнике, который забил на месте явление чудотворной колодской иконы в XV веке. Сестры ведут свое хозяйство, трудятся на швейном производстве, занимаются миссионерской и катехизаторской деятельностью, участвуют в богослужениях, ежедневно совершают крестный ход вокруг святой обители, поют акафист Пресвятой Богородицы перед списком с чудотворной колодской иконы. Первообраз в 70-х годах прошлого века был утрачен. Сегодня в обители больше десяти старинных списков чудотворной колодской иконы. Люди, узнавая о возрождении монастыря, возвращают и передают святыне, которые все эти годы бережно хранились в их семьях. В XVII веке икона была поновлена, и помимо пророка Ильи и святителя Николая Чудотворца, рядом с Богородицей стали изображаться Иоанн Предтеча, Симеон Богоприимец, Василий Великий и другие святые. В монастыре имеются частицы мощей святителя Николая Чудотворца, преподобных Сергий Радонежского и Серафима Саровского, святых отцов Киллопечерских, старцев Оптинских и Глинских, преподобного Гавриила Ургебадзе и многих других угодников Божьих. Люди, прибегая с живой верой и горячей молитвой к помощи святых, всегда бывают услышанными и утешенными. Был такой случай, мужчина сам военный, у него погиб единственный сын, и он с горя запил, года три, наверное, пил, его уже хотели уволить. И вот он приехал на дачу, где его встретила наша прихожанка, она работала старшей медсестрой в Иваровской больнице, и посоветовала поехать помолиться перед колоческой иконой. И он сказал, говорит, вы знаете, я постояла около иконы, в меня как будто какая-то сила вошла, я перестала пить. Мало того, я помню, что есть Бог и Матерь Божия, которые помогают. До этого он никогда не обращался к Богу, не ходил в храм. Чудо, обретение веры даже у человека. Неоднократно случаи совершаются, когда бездетные родители прибегают с молитвой к иконе, молятся, у них рождаются детки. Сегодня Успенский Коулский монастырь, как и многие обители Подмосковья и страны, переживают период расцвета и строительства. Сестры-прихожане с оптимизмом смотрят в будущее. Планируют закончить роспись Успенского собора, завершить ремонт келейных корпусов, создать православную гимназию наподобие церковно-приходской школы, которая существовала до революции. Монахини в первую очередь надеются не столько на свои силы, сколько полагаются на помощь Пресвятой Богородице. На протяжении многих веков Божья Матерь посредством своего чудесно явленного колодского образа хранила московскую землю и укрепляла народ во время посягательства неприятеля на западноможайском рубеже. И сегодня она по-прежнему защищает своим покровом и проявляет особую материнскую заботу о людях, чтобы мужались, укреплялись и твердо стояли в православной вере. Вере, которой спасались наши предки, которую и жила Святая Русь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне в весной и в веки веков. Святый Боже, святые певки, святый Дед смертный, помилой нас. Слава Отцу и Сыне иlicht ПЕСНЯ Мы продолжаем нашу передачу. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 567-1440-71450. Отец Емельи, жизнь в монастыре неразрывно связана с историей нашего государства. И как мы видим, что отсчеты рассвета, запустения монашеской жизни, в том числе ведутся от войны к войне. Войны были на протяжении древности всего человечества и продолжаются. Неизбежны ли войны? Неизбежны, конечно, войны. Это связано напрямую с человеческим естеством. И если мы помним повествование библейское, то мы видим, что даже первых два брата, Каин и Авель, они совершили свой жизненный путь. Когда Авель жил праведно, Каин его по зависти убил. Это была, можно сказать, первая междоусобная братоубийственная война. Были только родители и они. И с тех пор войны ведутся непрестанно. Сейчас они с развитием, так сказать, науки и прогресса технического, они расширяются и увеличивают только свои возможности войны. То есть, если раньше было холодное оружие, убивали тысячами, сейчас миллионами убивают уже. И действительно, в этом плане трудно сказать, что человечество развивается. Но на основании этого всего, исторического, так сказать, опыта, оно деградирует. Оно убивает все больше и больше своих братьев и сестер. И все-таки вот та человеческая внутренняя червоточина, которая называется грехом, она подталкивает людей к этим воинам, какими бы ни были предлоги для начала войны. То ли это, значит... Миротворческое. Да, да, да. Несение демократии какой-то там со страной с тиранией. То ли это какие-то конфликты приграничные, которые мы ответили на какую-то провокацию. То ли это... Надуманные какие-то там ядерные оружия. Ну да. Или как Первая мировая война. Да, вот принца Фердинанда убили. И вот поэтому сошлись такой схватки империи целые. Конечно же, все это лишь предлоги. Действующим движителям этой всей военной махины, да, ведь представляете, сколько людей во время войны задействовано. И это целая такая огромная пирамида из человеческих усилий, которая с одной стороны нападает, с другой стороны защищается. Государственная машина такая, да, военная. Конечно же, действующая сила является... Ну, грех является этим всем. Потому что не убей. Одна из десяти заповедей, которые мы нарушали, нарушаем. И будем нарушать, потому что если читать апокалипсис, то там впереди у нас тоже войны предстоят. До скончания века люди будут воевать. Что есть эта абстракция греха? Мы хорошо понимаем, что такое наше естество телесное. Мы хорошо понимаем, что оно не может не болеть. То грипп, то коронавирус напал, то отравились, то зуб заболел, то еще... И так вот всю жизнь мы то одно, то другое, то третье. От врача к врачу ходим, перемещаемся. И это часть нашей жизни, которой мы даже не задумывались. Ну да, вот надо таблеточку выпить от давления. Надо там сходить к зубному. Надо там, не знаю, где-то там травмировался, порезался. Надо там что-то сделать, чтобы зажила рана. Это тело. Но душа, вот мы, к сожалению, упускаем это из виду, душа точно так же может травмироваться, ее надо лечить. Точно так же может заболеть каким-то вирусом, информационным вирусом. Для большего, более простого понимания. Можно, если более глубоко сказать, то духовно заболеть. Что в душу вошла какая-то мысль, какое-то желание, какое-то чувство возникло в душе. И оно неправильное, оно ведет к разрушению человека, его внутреннего естества, не телесного. Сначала внутреннее естество поражается грехом, а потом уже вторичность идет к телу. И потом этот человек начинает распространить вокруг себя эту заразу, и другие люди от него начинают страдать. Ну, самый простой, вот алкоголизм, это для всех понятно, ведь это же заболевание не телесное, это духовное заболевание, это привязанность человека. И эта привязанность к наркотикам, к алкоголю, она приводит к чему? К деградации личности. То есть человек спивается, вокруг тоже нарушаются все его социальные контакты, связи, разрушаются. И что в итоге? В итоге одни страдания. Но кроме вот таких грехов, которые я сейчас перечислил, есть грехи более сложные для понимания, такие как гордость, тщеславие, зависть. Их трудно объяснить. Допустим, зависть у меня даже логики нет. Мне плохо, если у кого-то другого хорошо. Ну, вот Каин, собственно, он позавидовал Авелю и убил его за это. И здесь мы, конечно же, приходим к первопричинам войн. Кто-то видит, что сосед хорошо живет. Ну, если на наш сегодняшний язык, то вот есть у него нефтедобыча. А что бы ее не отнять? Под предлогом демократии. Кто-то видит, что у другого государства есть там какой-то канал, ну, Панама, например. А что бы его не отнять? И вот Панамский канал принадлежит Америке. Ну, а бывает даже, да, у них... И так далее. И все это через войны. А бывает даже жизнь необходима, например. Да, там страна небольшая, у нее своих ресурсов нет. Как им жить? Вот надо, например, оружие производить, его реализовывать. Да, вторичная такая функция. Ну, как некоторые живут, производя наркотики, и этим живут, и, так сказать, как им кажется, благоденствуют. На самом деле погибают. Вот то же самое и оружие, производители оружия, они могут создавать специальные конфликты, чтобы у них рынок сбыта расширился. То есть... Или ту же нефть, еду, например, где им добывать? Если они живут, например, там на маленькой стране, густонаселенной, да, где им? Естественно, приходится отбирать у соседей. Ну, они не думают, что можно, например, заняться каким-то более творческим и более полезным делом. Например, какие-то лекарства выпускать. Они вот говорят, нет, мы будем выпускать оружие. Они не хотят выпускать... В любой стране есть какие-то ресурсы, которых нет в других странах. Господь никого не обделил. И просто он распределил. Этим нефть дал, этим дал море, этим дал горы, этим дал там поля, этим леса дал. У каждого страны, у каждого народа есть какие-то свои ценные богатства, богатства, которых нет у других. И Господь, почему я это так неравномерно раздал? Потому что через это можно делать коммуникации. Ты мне, я тебе. Ты мне дерево, у тебя лес есть, а у меня в пустыне нефть есть, я тебе нефть буду. Или ты мне еду даёшь, а я тебе рыбу буду давать, то есть картошку и так далее. Это же вполне естественно для человека. Но с приходом вот этого греховного, а я силой заберу. Я не хочу вот эти коммуникации выстраивать. Я не хочу обоюдовыгодные делать взаимосвязи. Нет, я хочу силой это забрать. А почему я должен с кем-то чем-то делиться? Нет, я заберу и всё. И вот здесь мы выходим как раз на военные конфликты. Конечно же, они и среди малых стран происходят. Ну, возьмите, например, Африку. Там постоянно воюют племена. Причём они туземцы, то есть они на бедренных повязках, но с автоматами бегают. Раньше они с луками бегали, сейчас они с автоматами, с гранатами бегают. И, конечно же, это необъяснимо, потому что, в общем-то, африканский тенент, он весь как бы заселён таким негроидной расой. Естественно, они все братья. Естественно, они от одного корня происходят, но они друг друга уничтожают. Поэтому объяснить это с точки зрения человеческой логики войну можно только если отринуть нравственность и мораль. Всякая война, она вот нравственность и мораль убивает. Вместе с тем, как приходят интересы какие-то, уходит нравственность. Мы с вами к ключевой фразе ещё не подошли. Откуда же берётся зло? Ведь Господь не так задумывал. Даже те кошки, они не должны были... Изначально есть там мыши, например. Собаки не должны набрасываться на людей, на кошек. Комары кусаться не должны были. То есть должны все жить в любви и согласии. В мире, да, в мире и согласии. Ну, действительно, мы... Как только согрешил Адам с Евой, он сам преобразился в худшую сторону. То есть есть праздник преображения Господня, когда он показал Царство Небесное. А вот Адам показал даже не то, что земное. Он показал такое преисподнее Царство, преобразившись в обратную сторону, в отрицательную сторону. То есть его грех исковеркал его существо, его природу человеческую. И вместе с ним была исковеркана и оскоренена вся природа, которая ему была подчинена по воле Божией. Адам был поставлен, так сказать, царём над всеми другими творениями Божьими на земле. Они были ему подчинены до его грехопадения. А потом, когда он согрешил, и всё естество природы тоже изменилось в худшую сторону. То есть начали животные есть друг друга, начали насекомые есть друг друга, и не только друг друга, но и людей. И вот эти все процессы, они, конечно же, только с Божьей помощью уравновешиваются, чтобы мы совсем не исчезли. Если бы Господь в это не вмешался, и мы все знаем, что Господь попускает только тот грех, который потом может прийти к благому какому-то конечному результату. Вот если бы Господь не вмешивался в эту цепочку грехов, нас бы уже давно не было на планете Земля. Ну, наверное, и животные тоже не предназначены для еды людей. Ни в коем случае. Все животные, когда их сотворил Господь до греха падения Адама и Евы, они питались плодами, то есть теми фруктами, овощами, которые были в изобилии в раю. Так же и насекомые питались плодами и теми какими-то соками, которые производили цветы, ну, как нектар сейчас, да. И лишь потом они, так сказать, перестроились на другую вот пищу. Это можно увидеть очень ярко в случае с преподобными отцами. Ну, например, Герасим Иорданский, у него был свой такой вот ручной лев. Он как-то молился в пустыне, к нему лев подошел с раны на лапе, заноза, огромная заноза. Он его не испугался, тот на него не напал, просто подошел и вот протянул лапу, он ему извлек занозу, перевязал рану, и с этого момента лев стал служить Герасиму преподобному. Так он питался тем, что даст ему Герасим. Вот чем Герасим питался, а он питался постной пищей, тем же питался и лев. Поэтому те, кто говорят, что невозможно там платоядных перевести на какое-то такое питание, возможно все. Это преподобный Сергий кормил медведя, Серафим Саровский так же, то есть вот хлебом, чем? Не мясом же кормили. И мяса не было просто у преподобных, они все постничали. И это лишь такой малый ряд доказательств, которые показывают, как можно праведностью и святостью изменить хотя бы часть природы, которая соприкасается с человеком. И то зло, которое было привнесено человеком в этот мир, оно также может быть и удалено из этого мира его праведной, святой жизнью. Ну ведь, как мы с вами к первопричине подходим, то есть и Господь не так задумал и людей, и зло в человеке уже появилось-то из-за чего? Зло первоначально, это действительно даже не от человека, а от падшего ангела, от сатаны явилось в этот мир. А сатана его уже, так сказать, вселил, или, можно сказать, соблазнил козлу Адама и Еву. Зло в сатане было рождено его своеволием, отречением от промысла Божьей, от его воли Божьей, от того устроения мира, который Господь создал. Гордость ему диктовала того, что я сам буду выше Бога, сам создам свой мир на своих условиях и своих каких-то, так сказать, правилах. И вообще я сяду, престол поставлю выше Божьего престола. Это вот такая вот фантазия утопическая была у сатаны. Хотя он был первейший из всех ангелов. И вот его красота его же пленила и сделала гордостным ангелом. Через это он потерял и красоту, и разум. И уже он, как первопричина, зла не Господь, а свободный выбор Деницы, ангела Божьего, привнес в этот мир зло. А потом он соблазнил Адама и Еву, и оно зло как-то зараза, как коронавирус сейчас от человека к человеку передается. Так вот от Деницы, от сатаны зло было передано Адаму и Еве. Они его впустили внутрь своей души и через это, заразившись, уже приобрели то естество, падшее естество, которое сейчас у всех у нас и есть. Да, но нужно сказать, что не только Адаму и Еву это касается. То есть все вот эти вражды между соседями на лестничной площадке, между всем. То есть в корне зла лежит именно дьявольская составляющая. То есть весы нашёптывают людям мысли. Если люди думают, что мысли – это моя собственность, где-то там в моей голове зародились, то на самом деле это… Да, да. Ну если, опять же, разбирать, почему вдруг Деница пошёл соблазнять Адама и Еву. Ну, хочет он строить свою вселенную, строй себе там где-нибудь в сторонке. На отшибе. Нет, он пошёл к высшему истворению Божьему, по зависти. Он сказал, нет, вот чтобы он был выше меня – нет, ни в коем случае. И по зависти его стал соблазнять. Вот эта зависть, она и сейчас присутствует. У одного такая квартира, у другого такая квартира – завидует. У одного такая машина, у другого такая – завидует. У одного работа такая, у другого семья – другая. У третьего там ещё что-то. зависти, ну, нет пределов. И эта зависть приводит к конфликтам. Повторюсь, она алогична. У зависти нету логики. То есть всё, что хорошо для моего, так сказать, соседа, мне плохо. Вот это, наоборот, казалось бы, чем лучше мои соседи живут, тем и мне легче жить. Нет. Чем хуже мои соседи живут, тем мне лучше. Вот где тут логика? Её нет. Поэтому все конфликты, они происходят из-за зависти, из-за гневливости гордостной, потому что я хочу, чтобы, по-моему, было не по-твоему, не по-твоему. А вот как я сказал, так и должно быть. И это тоже приходит вот к такому, конечно же, плачевному результату. Ну, посмотрите, у нас Вторая мировая война началась с чего? С того, что немецкий народ, так сказать, возглавил Гитлер и внушил ему мысли, что они лучшие из лучших, что они вот избранной расы. А все остальные недочеловеки, и, соответственно, их надо поработить себе. То есть мы, как истинные арийцы, должны управлять всем миром. И это сподвигло к миллионным жертвам. Вот одна эта, такая мысль национализма, выросшая до размеров политики государственной, она привела к таким страшным последствиям. То есть нельзя гордиться, нельзя себя считать каким-то лучшим из лучших. Если цитировать святых отцов, они считали себя худшими из худших, самими грешными. Вот это правильный подход. И если брать сегодняшнюю ситуацию в мире, ничего не изменилось, все точно так же. Сейчас у нас кто лучше из лучших? Ну почему тут американское государство? Оно самое демократичное, оно самое правильное. И оно на основании этого почему-то всем говорит, что нет, должны жить, как мы говорим. Почему Господь не уничтожится? Во-первых, потому что Господь сотворил всех ангелов вечными, то есть бессмертными, как и нас. И Господь, сотворив их такими, Он не может сам себе противоречить и теперь сделать их невечными, уничтожить. Это Он против своей же воли пойдет. То есть нелогичность. Во-вторых, Господь есть любовь. Он изливает любовь на всех, в том числе и на падших ангелов. И от этой любви Божией им еще хуже становится. То есть они вот в своей злобе, эта любовь их жгет. В-третьих, сам Господь ограничивает зло во Вселенной, не давая ему развиться до невообразимых пределов, неконтролируемо. То есть Он попускает только тому злу совершаться, который потом Он же преобразовывает в добро. И в этом плане здесь используется, так сказать, деяние зла, как лакмусовая бумажка, что ли. Как определить человека, чего в нем больше, добра или зла. Предложите ему добро и зло. Куда человек пойдет, туда, куда его потянет. То того и больше в нем. Вот для того, чтобы от человека определиться, каков он внутренне, ну просто по лицу, это же не поймешь, по автобиографии тоже не увидишь. По делам, в Евангелии мы читаем, по делам определяется человек, как по плодам определяется древо. Вот чтобы дела были человеческие, открыты, собственно, и служит сатана. То есть он, как носитель всего зла, он призывает к себе своих последователей. Как треть ангелов отпала, тоже будучи злые внутри себя, они все присоединились к сатане. А две третьих ангелов остались к Господу. Так и часть человеческого рода отпадет от Бога и присоединится к сатане. То есть таких как бы два притягательных момента. Кто-то возлюбил, как в Евангелии, опять же, Слова Божие, кто-то возлюбил свет и к свету стремится. Кто-то возлюбил тьму. Сатана есть тьма, зло — это тьма, это безбожие, да? А Бог есть свет. Соответственно, кто-то любит тьму и во тьму стремится. И через это разделяется человеческое общество, становится праведным и неправедным. Как в Евангелии сказано, да? Пусть грешники еще грешат дальше, а праведники? Праведники еще более праведными становятся. То есть мы в этом как раз и есть полная, так сказать, расстановка всех точек над «и». Кто есть кто. И без этого не закончится род человеческий, пока все рожденные на Земле не встанут в тот или иной лагерь. В лагерь Божий или в лагерь сатанинский. Как только это произойдет, произойдет конец света. Естественно, с увеличением греха, а грех в этом мире увеличивается, это даже по войнам видно, да? Повторюсь, мы не прогресс в нашем обществе наблюдаем, а регресс, деградацию морали, нравственности, любви и прочих высших добродетелей человеческого естества. И этот регресс приведет к такому изобилию грехов, что уже праведников в этом мире уже не останется. Тем самым закончится история человеческого рода здесь, вот в этом мире земном грешном. То есть мы как бы себя полностью выработаем, и уже праведники все уйдут к Господу, грешники все уйдут к дьяволу. — Страшный суд, он будет только над человечеством или над ангелами тоже упадшими? — Конечно же, Страшный суд, он подведет итоги всей вот этой вот истории творений Божиих во времени, потому что после Страшного суда время исчезнет, то есть уже не будет вот этих тикающих часов, мы будем в вечности пребывать. У нас сейчас даже ум отказывается это понять, потому что мы привыкли жить по часам. Вот при конце времен, конец времен, это как раз и говорит о том, что время исчезнет после Страшного суда. При конце времен как раз будут осуждены и люди, и падшие ангелы, и каждому воздастся то, что он заслужил по мере его злобы, по мере его праведности. Здесь мы как раз и приходим к тому, что войны только увеличиваться будут. Есть такое правило духовной жизни, что грех, он имеет накопительные свойства. То есть грехи родителей на детях до седьмого колена, и родители согрешили, дети согрешили, грех увеличился, потом внуки согрешили, и грех начинает увеличивать свой объем. И если это из поколения в поколение, многие тысячелетия происходят, представляете, какого достигает падение вот эти роды грешников. Конечно же, к концу времен приведет все к тому, что уже люди будут тянуться к сатане открыто. Почему, собственно, и сможет прийти в этот мир сатана, потому что сейчас он заперт, Господь его сейчас не выпускает из темницы адской, но в конце времен, перед страшным судом, он выйдет и вселится в одного из человеков, рожденных грешницей, блудницей, и будет вот в нем жить и повелевать бесами и людьми, которые ему поклонились. Это как бы то, что в Апокалипсисе мы читаем. А может ли Господь по просьбе человека, когда человек все осужден на страшные муки, может ли Господь по просьбе человека уничтожить его душу? Господь никогда не пойдет против своей воли. Господь – самое простое существо в этом мире. Если Господь совершил что-то, то Он совершил это в величайшей благости. И если Он сам свое же, так сказать, решение, что мы должны быть вечными, отменит, то есть Он отменит свою благость, то есть Он сам тогда станет злоб. А в чем тогда будет благость, если Господь видит, как человек мучается? Где там зубами скрижат? Благость в том, что Он живет. Он все равно живет. Он может мучиться, или Он может радоваться. Но и то, и другое присуще жизни. То есть если Господь уберет жизнь, отнимет жизнь, то тогда где же благость? Я есть истина и путь, и жизнь. То есть Господь, Он дает жизнь, а это величайшая благость, которая дана в том числе и бесам, в том числе и грешникам. И отнять эту благость Господь никогда не будет отнимать, то есть убивать никого Он не будет, потому что Он благ. А если человек будет совсем мучиться и просить? Нет, нет, Господь не сможет. По своему естеству не сможет никак отнять жизнь у кого-либо. То есть ну не убей. Он сам сказал, Господь, не убей. А здесь надо будет убить, причем не телесно, а духовно убить свое же творение. Господь этого сделать не сможет по своему естеству. Бог есть любовь. И, собственно, и ад создан не в гневе, не из чувства, так сказать, того, чтобы наказать кого-то, а по любви, потому что рядом с Богом грешникам очень плохо. Их обличает, в свете тьма пребывать не может. Вот как можно фонарь включил, свет исчезает. Вот так же и здесь. Грешники не могут жить перед лицом Божиим. Поэтому Господь створил им ад. Ну не хотите со мной жить, ну живите там. Ну это вот хорошо. Ну вы живите, я вам дал жизнь, вот этим пользуйтесь, жизнью. Ну не хотите жить вместе со мной, хотя я источник всякой благости. Ну тогда живите в аду. Там нет источников благости, но там есть жизнь. И эта жизнь, она никуда от них не отымется никогда. В вечности будут жить все, созданные, сопаренные Богом. И в аду будет Господь. Ну понятно, что без Бога невозможно существовать никому. Конечно же, как-то и в аду будет Господь им жизнь даровать, и значит какое-то присутствие Божие минимальное будет и там. Но в смысле благости, благодати Божией там его не будет. Там наш разум не очень все понимает. Да, здесь это такие образы и такие вещи, которые для нашего мирского понимания они ускользают. Мы привыкли к другим совсем понятиям и совсем по-другому мыслям, скажем так. Ну пока живем, будем спасаться. У сатаны один почерк, он все время одинаковыми методами пытается там Буэна привести, людей поссорить. Знаете, вот если читать Библию, а в ней путь человеческий от начала, от сотворения мира до конца мира прописан, то сценарии, вот то, что бес делает, одни и те же сценарии. Ничего нового. Все то же самое. Все точно так же. Грешники накапливают здесь богатства. неизвестно для кого. Собирают их, стяжают все больше и больше. Потом умирают из-за этих богатств. Родственники их начинают драться и становятся врагами. Все так же. Все, которые стремятся себе здесь стяжать какие-то временные радости, все так же гонятся за этими морковками и так же их теряют и умирают. Все точно так же. И праведники, как и раньше жили, так и сейчас, они живут по тем же законам. Ничего нового. Может быть, какие-то театральные кулисы меняются. Какие-то машины вместо лошадей, какие-то самолеты вместо колесниц наземных. То есть что-то добавляется, но оно добавляет только внешне. Внутренне ничего не меняется. Человек как был, либо праведный, либо злой. Так он остается. И все законы жизни праведные сохраняются, и все законы жизни во зле точно так же сохраняются. Их невозможно изменить. Точно так же, как раньше в Ветхом Завете сын шел на отца, и сейчас так же идет. В Ветхом Завете обманывали, и сейчас обманывают. В Ветхом Завете предавали, и сейчас предают. И убивали, и сейчас убивают. И это то, чего повторяется, повторяется, повторяется. И тот человек, который хочет сейчас в какой-то степени познать принципы и устроения этого мира, пусть прочитает Библию. Прочитав Библию, у него будет огромный опыт человеческих жизней за многие тысячи лет, который ему здесь поможет понять, а почему это так, а почему нет. Можно даже четко сразу говорить, что дальше будет. То есть если сын не слушается отца, то будет развитие ситуации по тому сценарию, который уже там, допустим, Авесолом со своим отцом, с Давидом. Это же вот было, есть и будет. Оно все, как происходило, так и происходит. Можно просто брать оттуда примеры и на свой жизненный опыт накладывать трафареты. Можно ли как-то предотвратить, остановить зло? А что в наших силах? Ну, конечно, можно. Зло, оно боится света. Как тьма боится света. Только есть свет материальный, телесный свет, который мы все ясно понимаем и осознаем, как им пользоваться. Темно стало в квартире. Раз, включили свет, и стало опять светло. Есть зло духовное. Стало темно в душе. А если в душе темно, то человек в темноте обязательно ошибается, обязательно допускает ошибки, потому что он начинает следовать низменным инстинктам. В темноте только самые такие инстинкты животные, если небесовские, начинают двигать человеком. Чтобы их не было, надо осветить душу, просто свет в душу привнести. Он привносится чем? Богообщением, молитвами, таинствами, причастием, исповедью. И, конечно, праведной жизнью стараться себе прививать привычку не выходить из вот этого сферы света, а жить в нем. То есть мы можем остановить зло только в себе? Зло, да. Основная, так сказать, битва, основная война, если у нас сегодня передача, так сказать, о войнах, то основная война идет в сердце наше. И посмотрите, вот история государства российского. Две третих времени – это войны. Да, ну и наше время тоже завершается. Благодарим вас, отец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. Да, на сегодня все. До свидания.